всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хотела с вами пообщаться по может быть даже подискутировать на тему новых ароматов новинок которые вышли в 2024 году ну может быть какие-то 2023 но я на них вот обратила внимание буквально вот заметил их магазинов появились они вот недавно и некоторые ароматы обратили на себя внимание очень такое сразу сразу понравились сразу появилось желание их купить и я надеюсь комментариях вы напишите тоже познакомились ли вы с ними понравились ли вам эти новинки хотите ли вы их себе в коллекцию может быть нет есть какая-то у вас свое мнение вы хотите поделиться своим мнением об этих ароматах мне будет очень приятно почитать пишите первый аромат это айрин и это медитранен хонесюкл тиаре это линейка айрин обожаем у мной мне она очень нравится жимолость и средиземноморье выпускается с разными добавками то лимон то мимоза сейчас это тиаре я когда протестировала этот аромат обыкновенный тоже красивый шлакон протестировала аромат я ожидал услышать прям такое явное тиаре которые но такое что-то летнее да что-то такое буквально вот пляжная но нет аромат очень элегантный классический очень женственный буквально белоцветочные нежный и уже в самой-самой-самой базе вы прочу почувствуете немножко тиаре естественно есть лимончик есть горденья и вот тиаре дает ему немножко такую экзотическую ноту но я хочу еще раз добавить о том что допустим терракота тиаре от мантали это ароматы которые вызывают у меня почему-то вот но не переносимость я могу они мне нравятся но я не могу их носить вот в этом случае айрин удалось тиаре обыграть так красиво что аромат не скатывается в какой-то пляжный остается таким вот классическим белоцветочным и при этом какой-то таким вот летним акцентом очень красивый аромат очень мне понравился и я бы наверное при возможности такой бы приобрела следующая новинка которая вышла это оси для меня ки это леды сэй из solar violet вот такой вот парфюм и очень много уже флангеров у этого аромата и вот в этот раз вышел с фиалкой но я хочу сказать что на первый взгляд очень приятный написано что это даже это туалет нт из груши фиалка и ирис по моей практике когда аромат фиалка я вообще люблю фиалку мне нравится классическая болитяга пари там красивая фиалка здесь все-таки фиалки положили очень мало здесь практически я ее не ощущаю ну немного груши наверное может быть ирис для меня тоже здесь очень и очень мало и у нас только вот водный растворимый есть у меня и оригинал вот такой вот осимияки и он вам не вызывает не очень приятные эмоции поэтому этот аромат конечно намного приятней но несмотря на то что что это это туалет интенс он вообще какой-то просто слишком слишком водный слишком я бы наверное назвала его его каким-то легким легким одеколоном буквально каким-то прозрачным с легкой с легкой такой пудровые ноткой но я говорю очень мало здесь фиалки для меня это такой знаете очень легкое что-то повседневное не обязывающее какая-то дымка и вот это вот нота которая мне не нравится в этом аромате классе мне она здесь все-таки звучит она здесь вот это вот днк классическое фланкера днк флагмана этого аромата он все равно здесь проявляется поэтому аромат мне не очень понравился и он очень очень вообще практически не стойкий я нанесла его на руку наверное через час я уже его не ощущала в общем практически какая-то такая вот легкая водица которая наносишь и она растворяется и куда-то бесследно исчезает поэтому по стойкости конечно если вы не любите стойкие ароматы не любите сильно фиалку но при этом хотите что-то такое легкое и очень такое нежное если вам нравится флагман то можно обратить внимание но в остальном и мне конечно не очень понравился этот аромат хотя задумка интересная представляла что-то такое знаете очень красивая с фиалкой что-то такое яркое тем более кинзо фиалку я обожаю их фиалку flower бакинзо такая красивая здесь она какая-то очень блеклая размывая которая вышла у ланком для ну и трезор для парфам ланком очень красивый флакон очень красивый цвет но мне сразу когда я его по протест протестировала сразу напомнила что-то близко знак резор аляну и у меня был и что-то такое вот знакомое мне кажется вот эти все ароматы у ланком ля ну и мне кажется они все очень похожи как то вот они делают их из года год флакон за флаконом ну конечно в принципе это не неплохо красивый аромат как черная смородина розовый каково вспочу ли в базе в принципе красивый аромат красивый флакон но как-то вот настолько они уже наделали столько фланкеров что как-то уже теряешься в них мне кажется они уже мало чем отличаются и как-то похожи вот я долго пользоваться у меня даже еще есть немножко капель классический трезор ляны и и вот мне кажется он очень схож с этим ароматом такой же вот ноткой смородины розы и такой слишком такой тонной вообще конечно красивые ароматы но вот какие то они все очень очень похожи между собой что ля ну и что и сен-лоран блэк опиум ну вот что-то такое и роза и красивые вроде такие гурманские ноты немного какао немного ягодок но как-то это все немножко уже ну надоедает хотя сам аромат очень красивый и флакон конечно тоже потрясающе очень такого темного темно-фиолетового цвета с бархатным таким красивым бантиком в общем ну как сама идея неплохая но как-то вот они настолько настолько много выпускают фланкеров что уже в них теряешься и как-то уже даже не отличаешь один от другого мне кажется они все 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 очень между собой похоже следующий аромат это элейн знаменитой марки мюглер и его фланкер гиперсенс я как-то стороню всегда их но в этот раз меня как-то потянуло протестировать этот аромат принципе он конечно намного легче классического элейна намного свежее и нежнее как-то воздушнее больше в нем таких приятных цитрусовых бело цветочных нот но при этом он очень-очень стойкий конечно я его слышу я надушила руку и у меня здесь вот веревочка я уже три дня прошло и до сих пор здесь с этой вот с браслета чувствует аромат очень стойкий конечно в этом мюглеру нет равных ароматы у него конечно всегда стойкие парфюмер этого аромата доминик рупьон здесь очень красивая груша с цитрусовыми с мандарином у меня наверное это больше всего и привлекло в середине жасмин самбак индийский раз мин тоже я люблю очень ноту жасмина в ароматах ну и база кашмиран мускус и древесные ноты я хочу сказать что вот сразу аромат мне очень понравился вот этими своими легкими такими и фруктовыми и нотами и нотами жасмина но потом вот он долго очень на мне сидел и уже стала проявляться действительно вот это вот нота классического элейна и мне она не нравится и поэтому для меня немножко было как-то вот тяжеловато это слышать на протяжении очень долгого времени я сидела и все слышала и слышала от себя этот аромат и меня как-то вот это назойливо немножко показалось для меня хотя сама как верхняя первое впечатление первое знакомство с ароматом не очень понравилось потому что это все таки не классические ленте вот этой вот такой тяжестью прямо сладостью какой-то приторностью я бы сказала все-таки они как-то сделали его более нежным верхах но стойкостью больно и конечно если вы любите элейн то для вас это будет прекрасная версия вроде легкая сначала и но потом все-таки остается вот эта любимая база кто любит база элейн следующий аромат это аромат lancome это la vie belle rose экстраординар очень красивый флаг ломленом стекле в общем выглядит конечно очень красиво я la vie belle как-то не рассматривала никогда никогда он не особо сильно не не нравился но сейчас я стал как-то посматривать в эту сторону и я хотела найти la vie belle intense но к сожалению его уже нигде не найти один их его нет это новая версия rose экстраординар мне кажется они ну понятно что выпускают эти фланкеры для того чтобы если вы пользуетесь пользуетесь этим ароматом если он вам нравится вы чтобы не покупать как бы одно и то же до могли купить какой-то фланкера in rose где-то intense intense amount ну в общем какие-то небольшие изменения и при этом уже как бы другой фланкер другой аромат и как бы другие про и анкор и и продажи соответственно новые здесь тоже здесь тоже поработал поработали on flippo и доминик рубьем он конечно мне кажется мастер воплощает такие ароматы которые пользуются большой популярностью в которых звучит роза с розами кажется он мастер именно воплощать вот эти ароматы с розой очень красиво сладко не понравился этот аромат я не буду лукавить он мне понравился но чтобы вот купить его сразу мне как-то все-таки все-таки они чем-то чем-то похожи между собой здесь конечно зеленые есть ноты яркий мандарин яркий апельсин конечно розы куда без нее и дамаска и обычная ирина красивые базовые ноты видимо мускуса мха и сандала и дерево замечательный аромат наверное скорее всего я бы купила его из-за флакона потому что флакон уж очень красивый необычный паутина паутина зеркальная такая кристальная паутина она очень эффектно смотрится но пока я не потеряла надежду найти интенс буду искать его хотя лавея белья вот говорю что и я хотя когда я его слышу этот аромат на других мне нравится мне нравится его шлейф очень красивый хотя самой мне тяжеловато его носить поэтому если вы любите лавея белья обратите внимание все-таки лавея белья ирис он все-таки действительно там чувствуешь конкретно сильный вот такой акцент на на ирис а здесь мне кажется это все та же роза только наверное более может быть и легче немного леденцовая какая-то чуть-чуть полегче так что вот такой вот аромат вышел тоже ула и клет у нас порадовала elizabeth arden выпустив свой новый флангер зеленого чая который называется coconut breeze великолепный мне понравился я его протестировала мне давали маленький сэппл и я протестировал этот аромат мне понравился он очень если любите зеленый чай конечно я например вот классический зеленый чай как-то так спокойно равнодушно к нему отношусь я не слишком люблю носить на себе такие явно зеленые ароматы а здесь мне понравилась его задорность такая летний такой вот бриз действительно и кокосик и бергамот немножко соленые морские такие ноты кориандр я обожаю кориандр кориандра поэтому наверное мне так он и зацепил естественно здесь есть зеленый чай питали мускус амбры красивый мох аромат заслуживающий внимания и потому как он такой сейчас уже весна и летний период впереди это вот этот очень прекрасный аромат для лета великолепный восхитительный мне нравится их нектарин блоссом вариант мне нравится напишите кстати какие фланкеры у зеленого чая арден вы любите какие-то ваши самые любимые мне нравятся у них инжир по моему вот нектарин блоссом сакура по моему тоже очень красивая но вот этот вот вариант с кокосом меня прям очень очень зацепило очень понравился и конечно такой яркий красивый флакон таких вот морских цветах цвета море и то же время такой красивый розовый закат на флакончике поэтому замечатель аромат это наш любимый нарцисса родригес у меня есть шинтильон и это мюск ньют прозрачно красивый флакон и я к сожалению немного разочарована хотя аромат звучит очень красиво свежесть нежность действительно флакон такой телесный полупрозрачный это действительно и аромат очень красиво точно передает сам значение этого аромата выпустила его софия констант здесь вы знаете я не слышу классического мускуса родригеса хотя он здесь есть но он почему-то как-то очень сильно цветами белыми белыми цветами жасмином перчиком как-то на первых нотах это вообще очень действительно перец немного как-то это все туманит розы конечно с мускусом и цветами апельсина и базы это бабы танка пачули кедр но меня почему разочаровал этот аромат я как любитель ароматов нарцисса родригеса я жду от него прежде всего стойкости прежде всего огромного шлейфа а он действительно очень нюдовый он очень сидит близко кожи вы его практически не будете транслировать он будет рядом с вами такой знаете просто легкая дымка и что конечно больше всего меня разочаровала то что он исчез за час вот на руке он у меня был и за час я просто просто потеряла его вообще как как он звучит вот этой вот к мускуса родригеса я практически не ощутила действительно какой-то прозрачный как и флакон вот такой вот нюдовый действительно аромат кому-то может быть и понравится кто не любит назойливых нот вот мускусе родри у родригеса все-таки присутствует вот это вот его но то если кому-то она не нравится то может быть здесь как раз это будет то что вы ищете но при этом все-таки хотелось бы стойкости стойкость вообще никакая вообще но практически вообще никакой стойкости это настолько но обидно потому что но все-таки не дешево сейчас ароматы стоит обычный флакон на 50 миллилитров уже почти под 100 евро купить аромат чтобы им поливаться мне хочется все таки нанести с утра и слышать хотя бы в обед еще его здесь вот буквально какой-то прозрачный просто какой-то исчезающий нюд действительно нюдовый вот аромат поэтому так конечно аромат красивый свежий такой легкий и пудровый пудровый все-таки при этом красивый аромат я не могу сказать что мне не нравится мне нравится очень но то что с ним происходит после нанесения буквально вот растворяется куда-то исчезает аромат который выпустил их хлоя это их флангер ароматов на мат и это не увидели египт ночь египта здесь вообще описание очень 90 процентов натуральных ингредиентов цветы апельсина и вы флакон очень красивый вот этот вот синий синий ремешок такой вот из велюра аромат в принципе я люблю ароматы но мат но как-то вот мне по моему абсолютно очень понравился и вот этот аромат он мне меня зацепил понравился тоже красивый очень красивый я здесь жасмин чувствую очень красивый здесь связи с тем что это египта такая более спецовые спецовые такой вариант спецовые флангеры этого аромата здесь есть и мира и корица имбирь цветы апельсина естественно даже какой ноты такие которые я не встречала друг и киркип и здесь очень много тоже составляющих красивые специи красивые цвет апельсина ваниль что-то есть необычное в этом аромате мне он мне он понравился я думала все таки он будет постой более стойкий я слышу его часа два тоже и потом он тоже как как какой-то сон в летнюю ночь исчезает знаете настолько недолг и или я ничего не понимаю я вот наношу какие-то винтажные ароматы я чувствую в целый день еще потом с одежды могу три дня еще чувствовать но если я наношу вот сейчас вот эти новинки все новые ароматы которые как бы ну должны да да как там удержаться но хотя бы часа четыре нет буквально через два часа я уже его не слышу хотя аромат очень красиво мне понравился красивые здесь очень необычные ноты которые я слышу в первый раз это дрог это видимо такой цветок и кефи кефи ведь это анималистичные ноты панакс и нагармота в общем есть очень необычные составляющие хотя в описании здесь практически ничего об этом не сказано сказано только о цветении апельсина но он мне понравился необычный красивый с какой-то изюминкой с этими вот нотами корицы очень 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 не могу сказать что гурманский нет все таки нет но что-то немножко есть такое что-то сладко эта новинка стоит на нее обратить внимание но вот разочаровала единственная стойкость этого рама очень необычные здесь ноты здесь есть красивая корица есть прекрасные цветы апельсина при этом есть немного нот таких мини анималистичных есть красивое дерево виде апанакса и есть ноты такого хвойные ноты масла хвои в общем аромат очень необычный красиво сейчас вот слышу с руки просто мне кружится голова от удовольствия и при этом все таки есть и сладость днем и при этом есть и древесные ноты красивые от кориандр наверное меня больше всего здесь зацепила в общем аромат этот заслуживает внимание ну и последний аромат который мне безумно понравилась валентина это donna born in roma и это вариант я кстати не обращала на эту серию внимание но здесь вот просто из-за того что это новинка у меня сразу потянулась рука и я безумно безумно обрадовалась как мне понравился этот аромат ну мои любимые ноты белые цветы ванили пудра в общем красивый зеленый флакон красивый флакон с такой жидкостью приятного такого травянистого оттенка этой фланкер это green star ваганса но строго ганса это переводится как экстравагантность и вот именно такая зеленая экстравагантность действительно ноты очень зеленые чувствуются здесь есть и чай китайский жасмин ну и ваниль общем аромат получился очень необычный за счет вот этой ноты вот этого чая он какой-то вот не похожа ни на что как-то приятно валентина очень приятно удивил потому что когда я пробовала вот born in roma просто там есть в оранжевом да там в розовом каком-то там цвета фуксии флаконе они как-то вот но вот более-менее все похожи не было какого такого чего-то необычного вот и строго экстраваганца действительно удивила своей вот этой необычной ноты она ни на что не похожа она как-то выбивается отличается и очень красиво звучит мне безумно понравился этот аромат настолько красивый настолько яркий и еще мне понравился аромат вышел тоже флангер у марк джейкобс их серии дейзи ароматов дейзи здесь цветок бананов в верхах это просто тоже очень красиво очень необычно не сбито совершенно как-то вот отличается от всего что есть на рынке жасмин орех и ветивер сандалом базе тоже прекрасный красивый флакон такая же яркая жидкость и там вот прямо букет как будто букет в сам в самом флаконе очень красиво очень необычно и вот этот тот аромат который действительно обратил внимание который очень понравился вот эти два аромата мне понравились очень который прям захотелось сразу купить вот такие вот новинки вот такие вот ароматы которые я протестировать ароматы вышли в 2024 году все они новые конечно какие-то это такие вот просто уже выходящие из фланкеры которые меняются там какими-то буквально слегка добавляются какие-то ноты это уже другой аромат как вот случае с трезо с трезор от lancome как случае с ля вебель но вот эти новинки последние которых я рассказала вот их фланкер они буквально меня поразили очень понравились но естественно у них такая есть легкая зелень легкая такая вот нота необычная чая банана цветов бана бананового дерева и поэтому они звучат просто великолепно необычно как никак не как все что вокруг поэтому стоит на них обратить внимание на этом все надеюсь вам было интересно и полезно вот немножко развлекла пишите в комментариях обязательно свои свое мнение то что вы думаете о новых этих новинках мне очень интересно почитать потому что когда ты тассируешь аромат 1 как-то ну у тебя одно мнение может быть кто-то видит с другой стороны и хочется найти своих единомышленников которые тоже так же думают считают кому понравился аромат допустим страва ганса от валентина кому нет в общем жду ваших комментариев лайков подписки и пока пока